Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Бриканто. Меня зовут Елена Корнелли-Сосоева. Я оперная и концертная певица и хранитель традиций старой итальянской вокальной школы Оленья Милуки и Дельмонака. В комментариях был вопрос о пении с почти закрытым ртом, прикрытым ртом, и почему это возможно, и что это за эффект. И спрашивали о том, почему это делала, например, Нежданова, потому что существует видео, где видно, как она держит себя во время пения. Отвечаю на этот вопрос. В старой итальянской вокальной школе очень важно, чтобы резонанс был проточный, не ограниченный, и если он где-то, скажем, зависает, то там всё равно есть огненные процессы. И самые большие проблемы при обучении вокалу и при обучении правильному звучанию существуют в правильном раскрытии и правильном постановке мышц, связанных с нижней челюстью. Поэтому сначала правильно нужно научить открывать челюсть на разные высотные моменты, на разные тесситурные моменты. Допустим, челюсть может открываться на верхние ноты, и челюсть может открываться на нижние ноты, но они немножко всё-таки по-разному. Эти раскрытия, открытия, раскрытия челюсти используются. И обязательно с помощью упражнений развивается резонанс полностью здесь, здесь, чтобы резонировала кость хорошо, резонанс, который находится на уровне основания шеи с той стороны. Есть такое ощущение, если правильно поешь, что всё время звук лежит на шее. Да, гласные. И когда это всё уже наработано, то существует возможность почувствовать правильное звучание в кости, только это не связано с мягким нёбом, я мягкое нёбо совершенно не поднимаю, считаю, что это не нужно. Вот там находится в кости точечка, которая резонирует верно, и если она верно резонирует, то она может зеркалить резонанс в тело, и тогда тело полностью звучит, как балончель или скрипка. И если эта точка уже рабочая, то тогда челюсть можно на верхней ноте прикрывать, наоборот, или относительно верхней, потому что она всё равно, чтобы она никуда не уходила, и чтобы резонанс не выходил вверх, тогда срезаются нижние обертоны, обертона. Поэтому если эта точка уже в работе, и она осознанна, тогда можно прикрывать нижнюю челюсть, но она должна быть, эта нижняя челюсть, правильно отведена всё-таки назад, слегка. И тогда существует соединение и обмен резонанса. И именно этот резонанс поддерживает голос. он как бы впивается в дыхательные мышцы, и когда говорят пойти на дыхании, это не связано с процессом воздушного столба, там его нет, там есть резонансный столб, который так впивается в мышцы дыхательные, дыхательные системы, и этот резонанс аккумулирует в мышцах правильную энергию поддержки, которая имеет свою подвижность в зависимости от интервалики. И при этом верхние ноты звучат очень мягко. Я бы сказала, от этого голос делается очень итальянистым. Если можно так в шутку сказать. Поэтому если эта точка найдена, и если эта рабочая точка тоже найдена, тогда можно пользоваться зеркальным резонансом и можно прикрывать челюсть. Именно поэтому некоторые певцы поют даже высокие ноты, прикрывая. И естественно еще существует этот прием для третьей октавы колоратурного сопрано. То есть там обычно даже если челюсть скрывается до си-бемоля скажем, потом на си-бекар она прикрывается чаще всего. Но есть разные люди и разные мышцы. Так что нужно смотреть си-бекар си-бекар